незавершенные продажи жилья в сша упали больше чем ожидалось в ноябре всем привет контракты на покупку домов ранее принадлежавших сша упали в ноябре намного больше чем ожидалось сокращаясь шестой месяц подряд в связи с последним свидетельством того что повышение процентной ставки федерального резерва наносит рынку жилья огромные потери поскольку центральный банк стремится обуздать инфляцию национальная ассоциация риелторов на сообщила в среду что ее индекс незавершенных продаж жилья основанный на подписанных контрактах упал на 12 процентов до 73,9 в прошлом месяце с пересмотренного в сторону понижения октябрьского значения 77,0 ноябрьское значение было самым низким если не считать кратковременного падения в первые месяцы пандемии с тех пор как нар запустила индекс в 2001 году экономисты опрошенный reuters прогнозировали что контракты которые через месяц или два станут продажами упадут на 10 процентов незавершенные продажи домов упали на 37,8 процента в ноябре в годовом исчислении незавершенные продажи жилья зафиксировали второй самый низкий месячный показатель за 20 лет поскольку процентные ставки которые росли одним из самых быстрых темпов за всю историю наблюдений в этом году резко сократили количество подписаний контрактов на покупку дома сказал главный экономист на рауранс юн падение продаж жилья и строительство нанесло ущерб более широкой экономической активности контракты сократились во всех четырех регионах во главе с падением на 9,9 процента на северо-востоке во всех четырех регионах также зафиксировано двузначное снижение по сравнению с прошлым годом при этом количество подписанных контрактов на западе сократилось на 55,7 процента что является самым большим падением в регионе регион среднего запада с относительно доступными ценами на жилье показал себя лучше в то время как недоступный западный регион испытал наибольшее снижение активности сказал юн общее снижение числа подписанных контрактов свидетельствует о том что продажи существующих домов продолжит падать после того как в ноябре было зафиксировано 10 ежемесячное снижение подряд рынок жилья пострадал от наиболее заметных последствий агрессивного повышения процентной ставки фрс направленного на сдерживание высокой инфляции за счет подрыва спроса в экономике согласно предпочтительному показателю фрс инфляция по-прежнему почти в три раза превышает целевой показатель в двух процентах увеличившись ранее в 2022 году самыми быстрыми темпами за 40 лет в этом месяце фрс снова повысила ставки на полпроцента завершив год когда базовая ставка взлетела с нуля в марте до 4,25 4,5 сейчас самый быстрый рост ставок сначала 1980 годов чиновники фрс прогнозируют дальнейшее повышение ставок в 2023 году вероятно превысив 5 процентов в отличие от других секторов экономики многие из которых еще не продемонстрировали значительного влияния действия фрс рынок жилья практически в режиме реального времени отреагировал на скачок стоимости заимствований спровоцированную центральным банком 30-летняя фиксированная ипотечная ставка превысила 7 процентов в октябре впервые с 2002 года увеличившись более чем вдвое за девять месяцев это вырвало ковер из того что было раскаленным рынком жилья подпитываемым исторически низкой стоимостью займов и спешкой пригороды во время пандемии коронавируса данные на прошлой неделе показали что совокупные годовые темпы продаж новых и существующих домов за ноябрь упали на 35 процентов с января одно из самых быстрых падений за всю историю до самого медленного с конца 2011 года минимум за два с половиной года в прошлом месяце источник рейтер подпишитесь на канал